Здравствуйте, уважаемые зрители кинофестиваля «Перерыв на кино». 22 июня, ровно в 4 часа. Эта фраза, пожалуй, знакома каждому из нас. Ровно 80 лет тому назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия напала на Советский Союз, развязав тем самым Великую Отечественную войну, которая унесла жизни десятков миллионов наших соотечественников. В память об этой трагедии 22 июня в нашей стране – это день памяти и скорби, к которому и приурочен наш сегодняшний всероссийский кинопоказ. Тема же нашей киноакции, пожалуй, самая трогательная – это военное детство и дети войны. О том, какие фильмы вы увидите сегодня, вам расскажет программный директор нашего кинофестиваля Мария Марьясова. А я желаю вам от себя приятного просмотра. Здравствуйте! В нашей программе военные рассказы детей, которые наравне со взрослыми испытывали голод, болезни, потерю близких и не сдавались, взрослея очень рано. Вы увидите истории из армонаха «Дети войны», произошедшие в эвакуации и на передовой тружеников тыла. В фильме «Письмо» вы узнаете о самозабвенном труде и испытаниях на благо общей победы. А в исчезающих историях – судьбы поколения, собранные из таких вот маленьких подвигов в один общий подвиг нашего народа. Мы желаем вам приятного просмотра и до новых встреч! Только вчера наша семья была счастлива. Мы очень любили рыбачить вместе с отцом. В тот черный воскресный день, 22 июня 1941 года, тоже собирались на Десну. Когда услышали страшную новость, что на нас напали немцы, мы, дети, даже не сразу поняли, что произошло. Мы стали рыть во дворах щили для укрытия от авиабомб. Заклеивали окна крестами. Мне казалось, что это романтическая игра. И совсем скоро наши солдаты, как в лучших фильмах, победят врага. Когда раздавался сигнал воздушной тревоги, это был для нас знак – лезть на крышу дома. Когда я увидел немецкие самолеты, пролетающие над нами, был потрясен. Это было мое первое знакомство с врагом. Потом мы даже видели, как на парашютах сбрасывали диверсантов. Город быстро переходил на режим военного времени. Старший брат Саша хотел уйти на фронт, но его не взяли. Сказали немного подрасти. Многие записались добровольцами. Нам, пацанам, казалось, что вот-вот и наши пойдут в наступление. В городе начали срочно эвакуировать семьи с детьми. Отец работал в госполкоме. Он попрощался с нами. Помню, как просил помогать маме, не трусить. Говорил, а сам моргал. Часто-часто. Как будто собирался заплакать. Тогда мы видели его в последний раз. Когда мы приехали в эвакуацию в Оренбургскую область, маме удалось устроиться учительницей немецкого в селе Ветлянка. Нам дали небольшую комнатку при школе. Но через несколько дней маму стал душить дикий кашель. Видимо, она простудилась в вагоне, когда мы ехали в эвакуацию. Когда мама не смогла работать в школе, нас перевезли в сарай на краю деревни. Там не было даже пола. Холодная земля. До поздней осени я проходил босиком. Кожа на ступнях так загрубела, что мог уходить по острым камням и по колючкам. В начале зимы сосед отдал мне старые галоши. Я очень обрадовался. Теперь я смогу пойти и устроиться на работу. Меня приняли в цех, где плели корзины. Выполнял всю черновую работу. Заготавливал прутья, чистил их от листьев. Мне давали какие-то копейки. Смотри, как надо. Я научился плести большие двуручные корзины. Они и спасли нас от голодной смерти. Можно было выменить корзину на продукты. Иногда доставалось немного молока. Я скорее нес его домой и старался поддержать силы мамы и братика. Саша на тот момент с нами уже не было. Сбылась его мечта. Он ушел на фронт. Новое потрясение. Маму увезли в больницу. Фельдшер рассказал о том, что она ела проросшие заблесневелые зерна. Она заболела септической ангиной. Через три дня мама умерла. Нас отправили в детдом после смерти мамы. Там приходилось отбиваться от старших ребят, которые как волчата кидались на нас и отбирали еду. Иногда мне казалось, что проще выжить на улице. Но я не сбегал. Понимал, что Лева без меня умрет. На наше счастье из госпиталя вернулся Саша. Вернулся не один. Он женился на медсестре, которая выхаживала его после потери глаза. Они заменили нам с Лева родителей. После войны Саша пытался узнать что-нибудь об отце. Нам пришел официальный ответ, что он пропал без вести. Во время фашистского нашествия эвакуация миллионов детей спасла им жизнь. Наряду с отцами на фронте они в тылу своим трудом приближали нашу великую победу. КОНЕЦ 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 Мам. Сашенька, дочка. КОНЕЦ Конечно, не могу. Не хочу, пока позже поем. Тебе сила нужна. Ты покушай-то. Сколько работы по дому. Тебе силы нужны. Иди поешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты почему не спишь? У меня живот болит. Я есть хочу. А ты подумай о чем-нибудь хорошем. О чем? Я тоже есть хочу. И я. Расскажи нам какую-нибудь историю. Историю? А давайте я лучше вам еще раз прочту письмо, которое получилось с утра от папы. Только вы пообещайте, что сразу после этого уснете. Обещаете? Да. Здравствуй, Наденька, моя любимая. Как хотелось бы посмотреть на вас. На тебя, на Сашу, милую Женечку, Ксюшеньку, Иринушку, Лизу, моего богатыря Ивана и мою любимую Ярославушку. Нежно вас обнимаю и очень жду того дня, когда я смогу вас увидеть и обнять. И каждую ночь, когда мне тяжело и я не могу уснуть, я вспоминаю нашу с вами песенку. И мне становится легче. Ваша папка. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Танк содрогается от вражеских ударов. Но мы пока живы. Снарядов нет. Патроны на исходе. Вот так вот. А ты чего молчишь? А что говорить-то? Сами же все знаете. Отцы в одном танке воюют. Вот тебе, отец, что пишет? Как всегда. По войне ничего. Пишет, что любит нас. О, Нюрка пришла. Вести с войны несет. Ищет кого-то. О, Нюрка. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 к этому дому. А что если его поймают? Ира, партизан. Если об этом узнают, нам не сдобровать. Ты поняла. Ира, партизан. Пойдемте. Хеффица, хеффица. У бальки партизан пошел. Пойдемте, пойдемте. Там немцы идут, бегите. Я в немцы. Ирка, беги. Валя! Все нормально. Валя! Я иску вон. Валя! 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 Шесть! Колоколова Анна Сергеевна. Продолжайте. Место рождения, возраст? Белёв. 18 лет. Комсомолка? Деревня Анновка, Ульяновка. Слобода, знаешь? Боевое задание тебе, Колоколова. Нужно разузнать количество боевых единиц, сколько там немцев и есть ли местные жители. О результатах доложите. Вперёд. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка, а сколько немцев в деревне-то? А что-ка под сорок? А деревенских сколько? Наших человек десять осталось Ты... ты гуды? Мне еще в слободу нужно Кто? Откуда? Я маму еще Ком Зачем ты пришла? Что тебе нужно? Я маму еще Я маму еще Ты врешь Миш... Шш! Шшшш! Беги. Потом он сказал, беги. Но я и побежала. Вот. Из города никуда не уезжайте. Будьте готовы к новым заданиям. Беги. 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 «Уж не знаю где, но достали они талон на меховое пальто. Иди, выкупай. Многие годы я прощеголял в этой цегейке. Тепло, и девчатам нравилось». В годы Великой Отечественной войны на Уралмаше было произведено 6 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 19 тысяч бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий. Субтитры создавал DimaTorzok